МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно в студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов прошлого, она про наше время, про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на окружающую жизнь. Сегодня впервые у нас в гостях ученый. И это историк, профессор Андрей Зубов. Андрей Борисович, здрасте, дорогой. Здравствуйте, Леонид Велихович. Очень рады видеть вас в нашей скромной студии. Спасибо, и я очень рад, что я у вас. Имя профессора Андрея Борисовича Зубова стало известно широкой общественности после выборов в Государственную Думу в декабре 2011 года. Профессор Зубов вместе со своими коллегами, московскими учеными-гуманитариями, подписал тогда обращение к Верховному суду, требуя признать выборы фальсифицированными, отменить их результаты и провести выборы заново. В марте прошлого года он выступил с критикой действий России в Крыму, едва ли не первым сравнив аннексию Крыма с присоединением Австрии к Третьему рейху в 1938 году. За это выступление профессор Зубов был уволен из МГИМО, в котором преподавал на протяжении почти полутора десятка лет. Одним словом, в последние годы Андрей Борисович Зубов стал не просто одной из самых заметных, но знаковой фигурой российской оппозиции. Но он олицетворяет собой не ее политические амбиции, а ее интеллектуальный потенциал. И лучшее олицетворение, правда же, найти трудно. Человек с классической внешностью русского ученого, блестящей манерой изложения своих мыслей, богатейшей эрудиции в вопросах русской и мировой истории, в частности, истории религии. И кроме того, что немаловажно, у профессора Андрея Зубова репутация порядочного человека. Знаете, Андрей Борисович, хотел бы начать с самого начала. Вы производите такое впечатление человека, очень укорененного в русской жизни, в устоях, в традициях. И поэтому я хотел спросить вас о семье, расспросить немного. Я знаю, что отец ваш был контр-адмиралом. Это правда, да. Дед тоже, то есть такая... Нет, нет, нет. Дед нет. Это то, что в интернете висит, не имеет никакого отношения. Так, это сейчас вы расскажете. Но я хотел просто сказать, что такая белая кость, что называется, и досоветская, и уже советская, послереволюционная. Ну, а теперь давайте поправочку, что называется. Вы знаете, в силу сходства имен и отчеств распространилась кем-то из моих далеких родственников вот эта легенда о том, что я внук адмирала, известного географа Николая Зубова. Ну, поскольку мой отец действительно Борис Николаевич. И тоже адмирал. Но это абсолютно не соответствует действительности. Вообще, на самом деле, не знаю, что производит моя внешность, какое впечатление, но у меня есть моя личная маленькая трагедия и мои личные счеты с советской властью. Дело в том, что я не знаю, кто мой настоящий дед. То есть отец моего отца. Всех остальных родственников я знаю. Родители матери, мать моего отца, значит, мою бабку. Хотя и про них я узнал многие факты. Только в последние годы жизни моего отца, он умер в 2007 году на 96-м годе жизни. Причем в полной ясной памяти. И, в общем, достаточно для своего возраста здоровым человеком. И только в последние года-два он мне рассказал некоторые факты нашей семейной биографии, которые никто до этого, ни я, ни брат старший не знали. И мама не знала. Она умерла за два года до отца, и так многого не знала. А об этом он мне не рассказал никогда. Я много раз его спрашивал, кто же мой настоящий дед. И он мне никогда этого говорит. Я тебе все расскажу, я все напишу. Но в итоге не рассказал, не написал. А в своей большой автобиографической книге «Записки корабельного инженера» он уже написал выдуманную биографию, несоответствующую действительности. На самом деле, с тем человеком, фамилию которого я ношу, бабушка познакомилась Елизавета Ивановна только в 16-м году, когда отцу уже было 4 года. Отец родился в апреле 12-го года в городе Белостоке. И венчалась с ним в Новочеркасске, в соборе под Белыми в 18-м году. Они бежали оба на Дон из Петербурга после ноябрьского переворота в конце 17-го года. И бежали вместе с двумя братьями моего приемного деда Николая Гавриловича Зубова, которые оба поступили офицерами в Белую армию. Они были офицерами русской императорской армии. И оба эмигрировали. Вот это я узнал только в последние годы. Мне дед рассказал в последние годы, что два его дяди, приемных, опять же, Георгий и Иван Гаврилович, они оба ушли вместе с Франгелем в 20-м году из Крыма. И Георгий Гаврилович, как его называли, Егор, он умер в 20-м году в Сербии, это и знала семья, только, естественно, я не знал. А что с Иваном, никто не знал. И дед не знал, потому что он в 20-м году, понятно, вся переписка за границей. Ну, оборвалась, да. Вот, я узнал совсем недавно об этом, лет 10 назад, сначала листая справочник могилы на Сан-Женьев-де-Буа, а потом и посетив эту могилу. Мой такой приемный дядя Иван Зубов, 99-го года рождения, дважды имел солдатские Георгии во время войны, он 15 лет, неполно, 16-ти пошел на фронт добровольцем, вот, потом сажался в Белой армии, он пошел добровольцем в армию генерала Леклерка, когда освобождали Францию, и погиб в боях с нацистами на Саоне в ноябре 44-го года, уже 45-летним человеком, и похоронен поэтому на государственной части кладбища, могилы оплачиваются государством, вместе с княгиней Викой Аболенской, казненной нацистами, и рядом князем Кокрариным, и рядом других русских православных людей, которые отдали свою жизнь за свободу Франции. Так что вот такая вот история, но кто мой дед, я не знаю, и я пытался наводить сведения через архивы, прямых сведений нет, потому что Белостокский архив погиб, он был вывезен в Гродно, и там погиб во время Первой мировой войны, или после нее, может быть, что-то и осталось, это для меня открытая проблема, если кто-то бы мне помог, я же историк, я просил коллег-архивистов, первоклассных архивистов, например, Разумова, знаменитого питерского специалиста по репрессиям, узнать, тем более, что отца вызывали, он же был, он пошел уже в военно-морское училище, которое тогда называлось имени Зержинского, это классы корабельных инженеров имени императора Николая Первого, вот, он пошел в 1932 году в это училище, его вызывали в НКВД, и, видимо, склоняли к сотрудничеству, потом отпустили, но я думаю, что он дал подписку о отречении от отца, и именно поэтому он мне никогда не сообщал, как человек цельный, он никогда, коль отрекся, то и молчал, вот, вот, я просил Разумова узнать в архивах НКВД, там, в Петербурге, но вот так и пока не получил никакого ответа. Потрясающая какая история. Да. Потрясающая. Это русские судьбы, вы знаете, я историк, и я... Да уж, это действительно семья, на которой просто все отразилось, все расколы, все трагедии, да. По всем линиям, по всем линиям, если я вам бы рассказал о судьбе и линии маминых предков, то же самое, там, по-своему, но то же самое, и повсюду, повсюду. Я, как историк, очень люблю читать биографии простых людей, то есть не больших исторических персонажей, и в каждый раз я вижу одинаково интересные и, к сожалению, одинаково трагичные истории. Да, я вот тоже хотел сказать, что при всей уникальности истории вашей семьи, на самом деле, вот таких вот уникальных историй, семей, по которым вот все линии этих расколов, разрубов, кровавых, тяжелых, трагических, прошли очень много. Да. Очень много, да. Но отец, а отец, он стал в результате как бы советским человеком, он ведь в таких чинах, он должен был быть и членом КПСС, и все прочее. Конечно, безусловно. Он был членом КПСС, он наступил перед войной в КПСС, он сделал блестящую советскую карьеру, и понятно почему. Он закончил училище в этом военно-морское по классу корабельных инженеров в мае 1937 года. Совершенно очевидно, что предшествующее поколение специалистов, его класса, замечательных еще оставшихся до революционного времени и профессоров, и корабельных инженеров, уцелевших в советское время и работавших, оно было все уничтожено. Все. Поэтому эти молодые ребята... Путь оказался наверх открытым. Да, путь оказался открытым. Он сразу у Тывасяна, который тогда возглавлял министерство фактически военного строительства, комплексное и корабельного, и авиационного. Он сразу занял пост заместителя начальника отдела, ну и так далее, и так далее. Но вот это был результат трагедии. Ну да. Результат трагедии. Национальной трагедии. Он, вы знаете, я вспоминаю, вспоминаю странные разговоры, которые у меня были с отцом. Понимаете, он, когда вот это было уже в 60-е годы, когда он немного очень рассказывал о революционной России, прекрасно знал историю и говорил даже о царской семье, вот о поведении государя, его отречении, как о личной трагедии. То есть он, видимо, как-то был или умственно, или, может быть, семейно, был близок к этому кругу. И знал-то, конечно, отлично. И очень переживал за то, что так кончилась старая Россия. А мне всегда говорил, я строю флот. Он возглавлял второе управление, главное управление Министерства строительной промышленности, которое ведло всем надводным военным кораблестроениям в Советском Союзе. То есть в его подчинении было там два десятка заводов и полтора десятка конструкторских бюро от Владивостока до Батума и Феодосии, там, и Кенигсберга. И вот он говорил, я, говорит, строю корабли. Коммунисты уйдут. А Россия останется. И ей будет нужен флот. Военный флот. И ты должен готовиться к тому, чтобы внести лепту в будущую Россию. Он мне давал, когда я был подростком, школьником, давал книги по устройству Британской империи. Говорит, посмотри, вот страна вообще была англоманом. И, кстати, он ездил, и вот случайно, наверное, так получилось, что его... Ну, а как морскому офицеру не быть англоманом? Это верно. Но еще все было усугублено тем, а может, наоборот, это был результат того. Но в 1953 году, это была одна из его любимых историй, которые он в старости рассказывал. В 1953 году, когда по случаю коронации королевы Елизаветы Второй, ныне здравствующей, был морской парад в Порсмуте, послали и советских кораблей, это был крейсер Свердлов. И папа был начальником, его, конечно, он был чиновником военного, но тут его назначили начальником механической части корабля, то есть он был на всех этих событиях, и как прекрасно танцевавший офицер, и он танцевал с принцессой Маргарет, ну, честой королевой, вот, и там даже удостоился от нее подарка за прекрасный танец и так далее. Это было одно из его любимых воспоминаний. Он встречался с Черчиллем тогда и так далее. Я думаю. Вот. И вот как англоман, он мне повторял, что Англия демократическая страна. И в своих колониях, в своих доминионах, она внесла, и это правда, я как политолог, потом долго это изучал уже, взрослым человеком, она внесла очень много элементов демократии правильной государственной организации. Мы многонациональная страна. И поэтому ты должен изучать, как устроить демократию в многонациональной стране. В сути, я этому посетил потом свою жизнь. И теоретически в советское время, изучая адаптацию парламентаризма в странах Востока, и практически уже сейчас. Ну, вот, Андрей Борисович, это, к вопросу о вашем отце, это все-таки было какое-то такое раздвоение личности, то, что он был советским офицером, членом КПСС, и при этом вас воспитывал в том духе, о котором вы говорите, и вообще все эти идеалы сохранил раздвоение, да? Еще какое. Он мне, например, говорил, никогда, ни при каких условиях не вступай в контакт с КГБ. Ни при каких условиях. Дело в том, что по положениям, разработанным после 1956 года, политбюро, детей, ну, в общем, семьи номенклатуры, жены детей нельзя было вызывать в КГБ без разрешения главы семьи. Это было специально, чтобы избежать сталинских злоупотреблений. Поскольку отец принадлежал к номенклатуре, то меня вызывать не могли. А очень хотели, потому что в МГИМО я был абсолютным антисоветчиком. Я поступил в 1968 году в МГИМО, и молодой дурак, теперь я понимаю, какой я был дурак, я говорил, какое безобразие, это вот войсочек в Словакии. Я это публично говорил. От меня шарахались, но со мной ничего сделать не могли. Я вспоминаю, как это было донесение в КГБ, потому что именно с этим пришел офицер, который курировал наше МГИМО к отцу, и просил меня вызвать на допрос и на профилактическую беседу. Отец не позволил. И я это узнал только после того, как он умер. Нет, он мне стариком уже об этом рассказал, я нашел документ, его запись, когда он умер, потому что он от меня вообще скрыл факт этой беседы, а сказал, что я сам приведу с ним беседу. А проблема была в том, что я, опять же, где-то на первом-втором курсе в кофеварке нашего института объяснял друзьям, понятно, стало известно тут же на Рубянке, что вообще досадно, что Сталин не проиграл войну Гитлеру, потому что все равно бы, в конце концов, союзники бы нас освободили. Но тогда англичане и американцы бы нас установили демократию, а вместо этого восстановился людоедский сталинский режим. Вот, понимаете. И он сказал, нет, я сам с ним поговорю на это счет. И не говорил, и не говорил. Но трагедия вот таких людей, она очень ясно проявилась в последние годы его жизни. Он был уже в глубокой отставке, уже очень старым человеком. Мама вернулась к Вере. Пришла к Вере, и ее исповедовали, причащали, уже больную, умирающую. Она умерла от Альцгеймера, тоже, в общем, под 90 лет. А и батюшка, мой духовник, он говорил, Борис Николаевич, ну давайте и вы же, вы же были церковным мальчиком. Он вспоминал, как он учился в первом классе церковной приходской школы в Новочеркасске при Белых. И причащался, естественно, и потом с бабушкой, с матерью ходил в церковь в НЭПовские годы в Москве, и до этого в Павловске, под Воронежем. Он говорит, ну давайте, говорит, вы исповедуйтесь, причаститесь. И он всякий раз уходил от этого. И как-то раз мне сказал, ты знаешь, говорит, конечно, я, говорит, верю в Бог, но ведь я же коммунист был. Я же, говорит, подписывал то, что мы должны вести атеистическую пропаганду. Если я подписал, я этого не могу изменить. Вот трагедия. Трагедия. Вот трагедия. А помню, мой духовник ему говорил, сейчас уже тоже очень старый и замечательный священник, хотелось Георгий Бреев, Борис Николаевич, он его очень уважал. Борис Николаевич говорит, если, говорит, вы вернетесь к церкви, вы и в Царстве Небесном будете адмиралом, а если не вернетесь, вы будете в Царстве, но только матросом. Но не помогло, нет? Не помогло. Не помогло. Не помогло. И поверите, что это и моя трагедия. Но, вы знаете, вот удивительным образом так получилось, что это пророчество осуществилось. По ряду от причин, когда отец умер, не получилось сообщить военкомат, и поэтому его хоронили не в форме, не с салютом, как полагается. Адмирала хоронили в гражданском костюме, как обычного человека. Так что, вот, все происходит. Андрей Иванович, а как вы пришли к инакомыслию? Да, по-моему, я и родился в нем. Вы знаете, ну вот смотрите, уже... Причем, вы как бы получилось, что вы дважды инакомыслящий, инакомыслящий советского периода, а теперь вы уже такой инакомыслящий после советского, я не знаю, как назвать нынешний период российской истории, но об этом мы еще поговорим. Об этом мы поговорим. Но забегая вперед, просто скажу, что я не чувствовал себя после конца советской власти инакомыслящим. Наоборот, я чувствовал, что мое время настало, тем более церковь, освобождение церкви, я же читал массу лекций по всей России, ездил и в Украине, и в Белоруссии, вот как бы пытаясь восстановить нормальное русское общество. И чувствовал, что вот мы на переднем крае вот этой мирной борьбы за его восстановление. Но по мере того, как наша власть после 2000 года, особенно после 2007, 2008, 2011, дрейфовала в сторону советской по форме и, я бы сказал, фашистской, но не нацистской, именно и муссолинивской по содержанию, я остановился инакомыслящим снова. Потому что я был выращен своим отцом, убежденным, я бы сказал, либералом, сторонником демократии, сторонником парламентаризма. И по мере отхода нашего от всего этого, я все более и более находился в контрах с режимом. Какое-то время я считал, в ельцинское время, что это ошибки от непонимания. Я встречался с Гайдаром, с тем же покойным Борисом Ефимовичем Немцовым в то время, объяснял им, что это ошибки, что мы должны действовать иначе. Они меня не слушали. И вот, по большому счету, хотя от нас есть лично хорошо всегда, а потом я понял, что это, конечно, не ошибки, это определенные принципы, другие принципы. И вот в этом беда. Но это забегая вперед. Это забегая, но это, конечно, беда всех бед, как мне кажется, сегодняшних. Скажите мне, до какой степени старая Россия была вашим идеалом? До какой степени вы ее идеализировали? И вы, и ваш отец? Мой отец никогда не идеализировал старую Россию. Я говорю, что он относился к ней как к своему родному, но далеко не однозначно хорошему. Именно потому, что это было его родное. Это была не какая-то красивая картинка, нарисованная в какой-нибудь патриотической книжке. А это была реальная Россия. Он ругал государя за отречение, ругал за кровавое воскресенье. Он непереносимо возмущался всегда крепостным правом и говорил, что оно погубило старую Россию в конечном счете. И объяснял это мне. Я как историк сейчас знаю намного больше, чем он, изучая документы. Я абсолютно с ним согласен в этом определении. Но он говорил и о многих достойных людях старой России. Он всегда говорил очень высоко, очень, очень. Большим уважением Петре Аркадьевича Столыпня, Сергея Юльчевитта. Любил рассказывать о Спиранском, о Чечерине. Конечно, он любил таких генералов, как Скобелев, белый генерал. Он был военный человек. И, видимо, наши предки были военные люди. Вот эта кость военная, морская, она была действительно в нем сильна. Он меня приучал жить не корыстью, не наживой, не какими-то там благами материальными. Все это, в общем-то, в нашей семье считалось достаточно низким. Это никогда не было целью. Отец, занимая такие посты, никогда не имел. Наша семья никогда не имела ни собственной дачи, ни собственной машины. Но это уникальная рассказа. Я знаю еще буквально один-два примера такого рода. Да, была, конечно, казенная машина, была казенная дача, безусловно. Но своего никогда не было. Тратили на заграничные поездки в страны народной демократии. Да, тратили на какие-то красивые вещи, особенно для мамы. Там покупали кристальные вазы, вкусно ели и хорошо пили. Но идеи накопительства не было. Он говорил, что ты должен служить Отечеству. Вот служение Отечеству, это с молодых корней был принцип моей жизни. Вы знаете, он остался такого. А как родители отнеслись к вашему приходу к вере? Это интересная особая история. Я пришел к вере в 1977 году. То есть я пришел раньше. И вообще, на самом деле, это был долгий путь. Первые какие-то разговоры о Боге вела, как всегда это бывает, в старых русских семьях, со мной нянь. У меня была моя Арина Родионовна, это Марфа Осиповна Карпичко, украинка из Сумской губернии, из района Конотопа. Это простая, почти неграмотная женщина, которая писала корявыми буквами. Она сохраняла эту народную религиозность и дала ее мне, и привила ее мне. А потом, когда мне было лет 13, по-моему, моя тетушка, младшая сестра моего деда по матери, Ольга Петровна Савастьянова, она мне подарила Новый Завет, который ей, ее примировали в 16-м году после завершения очередного класса Витебской гимназии. И вот этот Новый Завет 16-го года на русском языке она мне подарила. И я его начал читать, стал выписывать какие-то умные слова, а потом понял, что надо выписывать все. Я выучил «Отче наш» наизусть, читал его перед тем, как засыпал в кровати, и постепенно, в общем, стал христианином. Этот Новый Завет, у него своя особая история, много людей стало христианами, читая именно эту книжку. Именно эту книжку, да? Даже, по крайней мере, один стал архиепископа в русской церкви. Ух ты! Вот, это архиепископ, архиепископ Иннокентий, ныне Виленский, Литовский, мой соученик по МГИМО. Вот, но потом, естественно, когда начались студенческие годы, и девочки, и все. Не то, что я перестал быть верующим человеком, в моих девняках постоянно есть вспоминания Бога, но, конечно, стал жить другой жизнью. А потом, уже когда мне было лет, это было 77-го года, лет 25, я встретил замечательного человека, Всеволода Сергеевича Семенцова. Это крупнейший наш индолог, переводчик боговат Гиты, и тоже глубоко верующий, но уже совершенно рафинированный, интеллигентный человек, полиглот, который на китайском вэнь-яне, то есть на старом китайском языке, писал тушью и кистью, и который с греческого и арамейского переводил без словаря с листа. Вот, и этот замечательный человек стал моим ближайшим другом, и он меня привел к отцу Георгию, который до сих пор мой духовник, вот, тогда, в 77-м году, и тогда я в 78-м году крестился. В апреле 77-го года, после, там, девяти месяцев оглашения, я крестился, и как, я был удивлен, когда они мне рассказали... Оглашения, то есть по всей, что называется, пропормирует. Да, я уходил из храма после того, как диакон разглашал оглашенные до языду с литургией верных, я уходил, хотя было очень обидно, и поэтому до сих пор я сейчас так ценю, что я могу находиться на литургии верных и причащаться к святых христовых тайн. Но когда я уже несколько лет был в храме, я неожиданно встретил мою старенькую няню, которой мы давно уже расстались, она жила, навещали изредка. Мы ее встретили в храме, и я говорю, вот, Марфа, как хорошо, я стал верующим человеком, я крестился. Ой, говорит, крестился, какой, говорит, грех. Оказывается, она меня крестила, когда я был младенцем, так что я дважды крещен. А вообще ведь есть такой предрассудок, что когда человек крестится уже в зрелом возрасте, то судьба его переламывается, и неизвестно, в какую она переломится сторону, в хорошую или в плохую. Ваша судьба переломилась после крещения? Абсолютно. Абсолютно переломилась. Ну, скажем так, у меня распалась первая семья, у которой у меня была жена, дочь, старшая дочь Ксения. Вот, жена от меня ушла. И после нескольких лет болтания такого, ну, Бог хранил, понимаете, я был молодой мужчина, и у меня была квартира, все, но как-то вот я чувствовал уже надо мной какой-то колпак. И у меня, в общем, почти даже не было тогда романов, что странно, при моих-то, в общем, тогдашней безнравственности умственной. Говорю совершенно откровенно, как на дух. Вот. Ну, потом я встретил, значит, женщину, которая стала моей женой, и до сих пор мы уже венчались в 82-м году, а вместе там с 80-го. Она мне родила трех детей, и мы до сих пор благополучно живем вместе и очень счастливы. Грандиозно. Грандиозно. Ну, раз уж в такую, как бы, так сказать, в такие глубины личной жизни мы изобрели, я не могу еще один такой вопрос задать. Ну, это же все совершенно секретно. Естественно. Не могу, не знаю, вам такой, он может быть вполне партикулярный вопрос, а как и когда сложился вот этот имидж такой, несколько старорежимный ваш? Да он и не складывался, я таким был всегда. Таким был всегда? Он всегда был чужим среди своих коллег, офицеров и чиновников министерства. Его не любили. Отец никогда ни разу не ругался матом. Я не слышал никогда и вообще он не ругался. Самое большее он мне мог сказать, когда я сделал какую-нибудь плохую вещь, он мог сказать идиот. Вот, это было максимально. Отец меня всегда учил рыцарскому отношению к женщине. Это мне очень помогло. Он был самым очень хорошим семьянином и честно мне говорил, что один раз после войны, уже будучи женатым на маме, он женился в 40-м году, и они, кстати, умерли после того, как отметили 65-летие. Мама умерла после того, как отметили 65-летие свадьбы. Он говорит, что у меня вот было такое умственное увлечение, платоническое увлечение другой женщины, я не знаю кем. Вот, но я ничего себе не позволил, ничего себе не позволил, и счастлив этим. Вот это мой пример, который был для меня и значим для меня до сих пор. А вообще, это вот, я не ругался матом, всегда был удивительно корректен с людьми, с женщинами, с мужчинами. Я был приучен к русской литературе, так что я был, я, это не прикид, понимаете, я такой был. Я понимаю, если бы я думал, что это прикид, я бы не задал этого вопроса. Да, для меня это абсолютно нормально, и мне странно другое. Вот я так скажу. Раз уж мы заговорили о литературе, вот какие-то главные книги в вашей жизни, за исключением, естественно, Библию мы выносим тут за скобки. Вы знаете, я должен так сказать, что вот, ну, все мы, естественно, выросли на Пушкине, для литературного языка моего, вот для того языка, которым я пишу, было бесконечно важно то, что я в подростковом состоянии, в подростковом возрасте купил то самое знаменитое красное собрание сочинений Бунин, девятитомник, да, который выходил в 60-х, красно-коричневый, да, в конце второй половины 60-х годов. Я его купил, будучи еще школьником, и прочел все от корки до корки. И как повезло, потому что достать его было неимоверно трудно. Это вот чудо и дар, как и многое в моей жизни, потому что я пришел, и в только что открывшемся тогда на Новом Арбате, вот этом книжном мире, Доме книги, да, там, я помню... И не Новом Арбате, а Калининский проспект еще. Калининский проспект, естественно, да, но это особый разговор, сейчас я к нему вернусь. Я вдруг увидел на прилавке, я даже помню, где это было, на первом этаже, на прилавке многотомной литературы, я собрание сочинений, вдруг увидел, что продается в разбивку весь этот, все это сочинение без первых трех томов. Первый том, это, конечно, стихотворение, кто очень любит, стихи, вот без первых трех томов. Я, естественно, это купил, ну, а потом в канистическом уже позже, когда купил первый трех томов. И вот так вот Бог мне послал, и я просто, этот бунинский язык для меня стал мерилом современного русского языка, понимаете? Вот я им мерю все. Да, абсолютное совпадение вкусов, единственное, что могу. И, конечно, античная литература. Я буквально с 16 лет, меня родители погрузили в Сафокла, в Аврипида, в Цесарона, Марка Авриле, конечно, русском языке. Сейчас я немножко там избираю на латыни, но, в общем, это все прочитано в русских переводах, благо они очень хорошие. И в самые тяжелые минуты моей жизни, когда вот самые ужасные события происходят, личные или политические, и я чувствую, что жизнь, вот, хоть там зависит, я обязательно открываю Сафокла, даже не Библию. Библию читаю ежедневно, но открываю Сафокла или того же Аврипида, или Платона, я очень сейчас люблю, и читаю, и успокаивается сердце. Что такое отчужденность? Этим мудреным словом называется очень простое явление. Каждый из нас в глубине души ощущает себя таким же, как и все другие. Любой человек подобен мне. Из-за этого мы можем говорить друг с другом, встречаться друг с другом, можем вступать в брак, рождать детей. Из-за того, что мы одно, мы едины. Эту цитату из лекции профессора Зубова о религии можно посвятить и жизни самого ученого. Любой человек подобен мне, не устает повторять опальный профессор, не вдаваясь в условности адреса. Мне – это Богу, соседу по лестничной клетке, президенту или домохозяйке. Это не так важно, если знать, что мы общие. Но Андрей Зубов печален в выводе неизбежного. Враги человеку – ближнее ю. Среди друзей, сослуживцев, родственников, даже очень часто в семье с женой, мужем, детьми, человек чувствует себя бесконечно одиноким, – восклицает профессор, давая понять, что главным объединительным мотивом в современной России становится телевизор. Мы говорим языком телеведущих, мы повторяем сентенции штатных пропагандистов и не прикладываем усилий к преодолению этого печального опыта. С тех пор, как человек осознал себя человеком, перед ним встали две страшные и значительные проблемы – преодоление смерти и преодоление отчужденности. Собственно говоря, преодоление их и есть религия, уверен ученый, собирающий своих студентов в доме-музее Михаила Булгакова. Кажется, в Москве не найдешь лучшего места вкладывать в головы юных слушателей мысли о Боге. Если это невозможно делать в предавшем Зубовом ГИМО – нехорошая квартира, самое достойное пристанище для борца с государственной чертовщиной. О чем я вас хотел спросить, как историк, не случайно вы все время называете 2014 год, хотя мы уже в 2015-м, потому что действительно 2014 год он совершенно какой-то, так сказать, рубежный. Я вот как раз хотел вас спросить о том, вы видите в русской истории какие-то аналоги вот этому вот самому 2014 году? Или это что-то такое совершенно беспосределное? Понимаете, по суммарным результатам, а главный суммарный результат – это, в общем, полный отказ от предшествующей, предшествующего политического стиля жизни и переход от широкого международного контекста связи к практически полной автарке при репрессиях внутри страны, есть только, к сожалению, вот такое вот, такое только один. Я сейчас скажу вещь, которая многих удивит и которая может покажется несправедливо жестокой, но это не гротеск, это реальность. Потому что, скажем, переход от Екатерины к Павлу, он был связан с ужесточением внутреннего режима, но не было никакой международной изоляции. А вот именно такой тотальный переход к другому – это только, конечно, переход от соборного времени ко временам опричнины у Ивана Грозного. Это единственный аналог. Тяжелая аналогия. Я долго думал, есть ли аналоги в этом русской истории. Это единственный аналог. Других таких аналогов в русской истории нет. Нет. Даже в страшное советское время, после того, как мы с Германией, мы, большевики, вот видите, вот договорка противная, большевики подписали с Германией рапальские соглашения, уже была прорвана международная изоляция. И Ленин, и потом Сталин стремились к некоторым международным отношениям. Будь то гитлеровская Германия, будь то даже западная Европа, или другие страны, Турция, та же Ататюрка. То, что сейчас мы наплевали на все международные договора и оказались в абсолютной, в тотальной политической изоляции, и с этим, конечно, связаны и жестокости внутри страны, усиление жестокости, и, конечно, еще пролившаяся кровь Бориса Ефимовича Немцова, и пролившаяся кровь на Украине, тысячи, тысячи людей. Вот, это, безусловно, уникальная ситуация, понимаете? Это, в общем, переход от какой-то, пусть внешне приличной, хотя внутренне, может, совсем неприличной, жизни по правилам международного сообщества, к жизни по понятиям воровского мира. Хотя, вместе с тем, вот мы с вами дотронули тему, там, 90-х годов, но тоже, конечно, Путин в 2000-м, как и Ленин в 17-м, не с луны упал на Россию. Да нет, конечно, да? Нет, конечно, и, безусловно, там, сказать, все это трассируется очень просто. Понимаете, вместо того, вот я уже в самом начале, мы же упомянули, там, и Гайдары, и вот эти реформы. Вот, в принципе, в чем была главная кардинальная ошибка, о чем, я знаю, у вас, видимо, немного говорил до этого Григорий Алексеевич Явлинский, что у нас не постарались сделать демократизацию одновременно выгодной для всего народа. То есть во всей Центральной Европе провели одновременную институцию прав собственности. То есть вернули собственность предков потомкам, и была именная ваучерная приватизация, которая позволила людям честно, более-менее, разделить вот эту социалистическую собственность. Вот ничего подобного у нас не было в России, вообще на пространстве бывшего СССР, за исключением балтийских стран. И поэтому для большинства людей эти реформы, они означали не улучшение, а ухудшение жизни. А свобода, которая, конечно, пришла, ну, понимаете, простым человеком не очень ценится. Это вот люди, живущие интеллектуальным трудом, там, политическими какими-то целями, для них важна свобода политическая, интеллектуальная свобода, въезды, выезды. Для простого человека важно, лучше ты стал жить или хуже ты стал жить. Да, и для простого человека и свободы никакой нет, если у него в кармане пусто. Конечно, пусто, гуляет ветер. Вот, поэтому то, что был выбран этот путь, а еще тем более реформаторы остались сами небедными людьми, к сожалению, или к счастью. К счастью для них. Для них, но, к сожалению, для общества. И среди новых богатых оказалось полно людей, в общем-то, с криминальным или полукриминальным, прошлым и настоящим. Все это заставило простого человека не поверить в демократию, не поверить в либерализм, дать этим словам грубые, жестокие, извращенные формы, всем нам известные. И поэтому, собственно говоря, да, когда это неправильно нажитое на ваучерной приватизации залоговых аукционных богатство, абсолютно явно обман. Понимаете, я теперь знаю, когда уже беседовал со многими людьми, как говорится, которые это осуществляли впрямую и откровенно сейчас, они стали людьми оппозиции, что при залоговых аукционах даже никакого залога не было. То есть деньги не перемещались, вообще не перемещались, они оставались там, где они лежали. Это было просто с самого начала средство для дешевого приобретения имущества. Все чисто по понятиям, вот уж точно, как я не люблю этот язык, но тем не менее, вот он подходит. Безусловно, в 90-х годах и вот эта приватизация, и эти залоговые аукционы, и такая передача власти, и фальсифицированные выборы 96-го года, которые на самом деле у нас должны были пройти так же, как во всей Центральной Европе. У нас же победил бы Зюганов, но точно так же, как победили бы Квасневский в Польше и так далее. Ну, естественно, он бы диктатуру не установил, уже это было невозможно, и собственность не конфисковал бы полностью, что-то бы, наверное, немножко было откорректировано, а в итоге бы народ понял, что лучше жить в рыночной системе, и после этого искусства возвращением в социализм вся Центральная Европа уже твердо выбрала путь либерализма. Ну, то есть он как маятник, он дошел, а у нас его схватили рукой. Да, и это тоже огромная-огромная ошибка Бориса Николаевича. И от страха, опять же, вот. Андрей Борисович, вот то, что момент, который мы, момент, этап, период, который мы переживаем сегодня, это такой, медицинским языком выражаясь, кризис, после которого поет выздоровление, или, простите, это агония? Значит, вы понимаете, и кризис, и агония. Это кризис в том самом греческом смысле слова, то есть поворотный момент. Да, 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 я и говорю. Но ведь поворотный момент может быть куда угодно. Ну да. После кризиса может быть и выздоровление, может быть смерть, да? И надо вам сказать, что я не могу сказать на стопы, я вообще оптимист по натуре, но в то же время, объективно говоря, очень может быть, что это и гибель. Как говорит Борис Леонидович Пастернак, полная гибель всерьез. Да уж. Вот. Будем надеяться, что нет. Но то, что это гибель советского, это точно. Потому что на самом деле то, что происходит сейчас, это, безусловно, ренессанс советскости. Ренессанс советской ментальности. То есть та страна, которую мы сейчас... В людях, в народе. В людях. Не в этой самой, не в элите так называемой. Да. В людях, в народе, частично и в элите. Посмотрите, что говорят в той и той же думе. Говорят. И в госс... Да. То есть, понимаете, оказалось, что вот очень... Вот не провели системную декоммунизацию в 90-е. И это привело к рецидиву советской ментальности и авторитарности. Даже с попытками перехода на тоталитарность в реалиях через 20 лет. Причем в карикатурном, жутком виде. Но поскольку у нас сейчас никто не говорит о... Ну, кроме того, может быть, каких-то уж отъявленных леваков о национализации собственности, ясно, что собственность станется частной, государственной, частной, корпоративной. И никто не говорит о борьбе с церковью, как у коммунистов. И о проклятом царском прошлом никто не говорит. Это наоборот, из него лепят такую красивую картинку, которая бы моего отца стошнила бы. Вот. Я могу сказать, что мы скорее намного похожи больше на корпоративный режим муссолинивского типа. Корпоративное фашистское государство. Безрасовой нацистской политики, безусловно. Чем на коммунистическое, сталинское государство. Но у Муссолинивки тоже никакого расизма-то не было. Нет. Вот я именно говорю, что на муссолинивское фашистское корпоративное государство. Националистическое, конечно. Но тоже со связями с церковью, с конкордатом, с Ватиканом, с признанием королевской власти, с союз историей. Но при этом крупные корпорации, тот же ФИАТ, те же заводы Леворно, которые частные, но с государственным контролем, с государственным капиталом. Очень все похоже. Прямо наше Росвооружение. Или там Газпром. Так что вот я думаю, что мы сейчас вот в этом состоянии находимся. И это умирает. Это тошнотворно, это противно. Эти музеи уже стали, стали говорить о них, понимаете. И ни один Ленин не выброшен вон. Постыдный музей туда, куда он единственный раз вообще выбрался. Более-менее к линии фронта. Да. Да. И, ну, Бог с ним один, не один. А, конечно, постыдно. Но главное, мы же знаем, кто такой Сталин. Понимаете. По сравнению со Сталином, Гитлер это ангел русской истории. Потому что Гитлер при всем желании не погубил столько людей русских, сколько погубил Сталин. Ну да, Гитлер просто свой народ не кушал. Не уничтожал. Не уничтожал там единично, выборочно. Тоже ничего хорошего. Что не делает его лучше ничего. Абсолютный преступник, мерзавец. Но, понимаете, для нашего народа именно Ленин и Сталин это палачи беспримерные. То, что Гитлер для евреев, то для всех народов России Ленин и Сталин. Понимаете. И так же, как поставить там в Иерусалиме дом-музей Гитлера, так же в России дом-музей Сталина. Да. Это то же самое. Это то же самое. Даже не в Берлине, а именно в Иерусалиме. Вот. Так что этот рецидив. Мы сейчас имеем вот этот авторитарно-авторитарно-автортичный рецидив. Советский по форме и фашистский по содержанию. Советская упаковка, значит, фашистская начинка. Я думаю, что этому придется очень скоро конец. Понимаете. Это ненадолго. Потому что это абсолютно контрпродуктивно. Вот. Но с этим может погибнуть Россия. А может, наоборот, возродиться его сбросив. Это уже зависит от нас с вами. Вы сказали в одном из интервью после смерти, после убийства Бориса Немцова. Это, конечно, рубежное такое страшное событие. Вы сказали такую фразу. Если оппозиция не испугается. Да. Предположим, что она не испугается. Что она должна делать? Выйти на площадь. Что? Нет. Сейчас важно делать нечто другое. Хотя на площадь выходить тоже следует. Самое сейчас главное две вещи. Это, во-первых, оппозиции объединиться в какую-то коалицию. Где я вижу и Касьянова, и Явлинского, и брат и сестру Прохоровых, и, естественно, Милова, и Андрея Нечаева. Именно либеральная оппозиция. Отсекая коммунистов, леваков и фашистов, националистов. Объединиться. И при этом объединиться не личностью, а объединиться вокруг определенной платформы. А эта платформа может быть сейчас только одной. Когда нам дан опыт, что такое невыкорчеванное советское, наша цель должна быть сейчас. Это проведение тех самых реформ по системной детоталитаризации, которые были во всей Центральной Европе, от ГДР до Болгарии, проведены в 90-е годы. По всей той же программе, что и там. Включая и исправление ошибок вот этой, в общем, воровской приватизации и залоговых аукционов, и, естественно, переделов уже 2000-х годов. Вот исправляя вот этот комплекс ошибок и последнего, послесоветского 25-летия, и выкорчевывая советское до основания, мы должны объявить ответственное правоприемство, что сделала Прибалтика, с докоммунистическим государством, видимо, через учредительное собрание. И это должен быть принцип нашей либеральной интеллигенции, либерального оппозиционного сообщества. Ленин в ночь с 5 на 6 января 1918 года загнал учредительное собрание. Великий князь Михаил Александрович 3 марта 1917 года сказал, что судьбу России, в том числе и судьбу династии, монархии, республики, федерации или унитарные государства, должно решить учредительное собрание. И он уходит от власти до решения учредительного собрания. Временное правительство потому было и временным, что оно должно было довести Россию до учредительного собрания. Все было сделано. В ноябре были проведены выборы. Пусть там масса проблем, но все-таки достаточно честно. Большевики все разогнали. С этого момента уничтожения русской свободы мы сейчас, почти через 100 лет, должны начать восстановление. К сожалению, у нас уже нет времени вдаваться в исторические дебри, но вспомним, как князь Львов тоже сказал, что русский народ так умен, что он сам как-то лошадь привезет телепу куда надо. Но потом он горько раскаялся в этих своих словах. Князь Львов, который называли американцем, который считает, что он такой прекрасный организатор, действительно, в пятом году эти все лазареты во время русско-японской войны были сделаны. А тут он вот постарел, наверное. 86% против 14. Руки не опускаются у вас? Нет. Наоборот. Вот. Я педагог. Надо учить. Надо учить. Понимаете, многие из тех ребят, которые сейчас вот до сих пор со мной, были бы совсем другими, если я бы не занимался ими там-то, там-то, в православном академии, в разных университетах, где я преподавал. Конечно, нет. Опять, это не 86%. Надо ясно понимать, что простой человек на вопрос, поддерживает ли вы Путина, никогда сейчас при нынешнем режиме не скажет, не поддерживает. Ну, какой простой советский человек, да? Да, что он дурак, что ли, понимаете? Что он не хочет завтра вылететь из своей работы. Нет, конечно, не скажет. Вот, поэтому это 14% это тот минимум. На самом деле их намного больше людей, которые понимают сейчас беды нашей жизни. Посмотрите, вот на днях, еще до убийства Бориса Ефимовича, один русский простой священник, отец Дмитрий Климов, казак на Дону, значит, в Калыче на Дону, во время «Сказачьего круга» сказал, прочел небольшую такую лекцию, просто сказал десятка, не знаю, тысячу слов о том, что то, что мы сейчас делаем в отношении Украины, в отношении Запада, это безумие. Что надо обратиться на самих себя, искать врагов в себе. Понимаете? Не говорить, что нас уничтожают, а помнить, что мы сами себя уничтожаем абортами, пьянством и так далее. Вот кто враг, и так далее. И посмотрите, это его маленькое слово, оно вызвало за неделю 200 тысяч просмотров, и из них 95% положительных. То есть, понимаете, общество наше, по крайней мере, общество как-то религиозно чуть-чуть ориентировано, а можете не ориентироваться, но заинтересовавшись, оно с ним, а не с безумцами. Так что мне кажется, что ситуация не так плоха, но надо работать. Надо работать сейчас, не покладая рук, а то, как с князем Львовым. А я еще хотел тут один авторитет привлечь, для того, чтобы вы, ну, судя по всему, с ним не согласились. Бродский еще там незадолго до своей смерти, он сказал, что потенциал России исчерпан, слишком долго над ней издевались, и у народа просто наступил паралич воли еще в 70-е годы прошлого века. Это правда. Иосиф Бродский был прав. Паралич воли наступил. Паралич воли до сих пор наблюдается. Но это не паралично всегда. Понимаете, за эти 25 лет общество все-таки немножко отогрелось. И начались эти демонстрации, и началась вот эта жизнь в области бизнеса какая-то. То есть, я думаю, молодежь совершенно другая, я ее знаю хорошо, чем старшее поколение. То есть, это советский паралич. И сейчас нас пытаются снова вогнать в эту советскую матрицу. То есть, пытаются снова впрыснуть этот парализующий яд. Вот мы должны не позволить этого сделать. То есть, все-таки мы закончим нашу беседу на вере в то, что Россия вспрянет это сна, и далее по тексту классика. Да. Но, между прочим, еще лучше спели в одной русской эмигрантской молодежной песне, песне нашего скаутского движения для уже руководителей. Там слова эти были переиначены. Да возвеличится Россия, да гибнут наши имена. Ух ты. И я считаю, что это еще лучше. Да. Бог с ними, с нами, понимаете. Главное, чтобы у России было настоящее, достойное нашего народа и наших слез и крови будущее. Ну, это уже просто такой античный пафос в вами, излюбленный античности. Замечательно. Андрей Борисович, я страшно вам благодарен, признателен за этот разговор. Это было просто изумительно. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Впервые ученый, но какой отнюдь не кабинетный. Трибун и гражданин профессор Андрей Зубов был сегодня у нас в гостях. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю. Редактор субтитров А.Семкин